Сан-Франциско Сан-Франциско Например, у меня был клиент Владелец ресторана Я тогда страхованием занимался И вот у меня был застрахован его ресторан Он сам был египтянин Все друзья у него были евреи То есть такой прямо египтянин А жена у него была мексиканка И они вместе держали этот ресторан Я у них там пару раз Они не давали мне уйти Я-то по работе пришел, застраховал Они никогда меня не выпускали Чтобы не накормить, как-то еще деньги брать не хотели В общем, потрясающие совершенно ребята были И душа в душу жили там И так далее То есть сплошь и рядом И черные с белыми И белые с азиатами И даже я не знаю Ну вот много Тут мое впечатление такое Рассуждение такое Что в каждой этнической группе Национальной, религиозной И так далее Есть какие-то люди Которые открыты к внешнему миру Есть люди, которые Ну, не безумно закрыты Но в общем тяготеют к чему-то А есть люди, которые Как бы в гетто таком находятся Самоустановленным Поэтому они Скажем, женятся на тех, кто В узкой группе Религиозной, например, там и так далее Вот Мне любопытно с ребятами разными разговаривать Тут у меня были студенты из Откуда они были? Из штата Вашингтон Там есть, значит, места Где живут религиозные там люди И они были, по-моему, баптисты И вот я выяснял Как они знакомятся с девочками Значит, вот Из каких конфессий, например Можно невесту взять Из каких нельзя И так далее То есть можно выйти за рамки там Баптистской Я, к сожалению, терминологией не очень владею Поэтому не берусь там точно сказать Но Во всяком случае У них есть какие-то понятия на этот счет Но они замкнуты Вот в этом религиозном мире С точки зрения того С кем они, например, вступают в брак Но Они абсолютно не замкнуты В том, что касается Там на работе Или там потусоваться Там или еще что-то Совершенно нормальные Вполне ребята Никаких проблем у них нет с этим делом То есть есть разная степень открытости Я вспоминаю Знаете, что Был такой человек Рос Перо Его звали Рос Перо Был большой компьютерный Значит, предприниматель В Техасе Миллиардер И он Баллотировался на должность Президента США Был такой момент Ну Даже я не знаю Что там было Короче Там к нему прицепились С тем Что он вот типа расист Значит, почему он расист Потому что Его дочь Встречалась с еврейским Молодым человеком А он ей сказал Что Нефига Вот с евреем Значит И что Ему говорят Вот он, мол, расист На что он Объясняет И он говорит Что Я-то Не против евреев Он говорит Но я просто хочу Чтобы мои внуки Были похожи на меня А не на кого-то еще Вот И там Равин какой-то Ступил в разговор И говорит А я вечно его поддерживаю Говорит, он рос и перо Я тоже за то Чтобы там Дети походили на своих родителей Дедушек, бабушек И я за то Что в традиционном ключе Это был То есть Что я хочу сказать Что Абсолютно любые комбинации Встречаются Но кому-то это Болезненно Кому-то это Совершенно нормально И так далее Существенно в этом то Что Никто тебя не заставит Никто тебе не скажет Как ты мог Вот с этим Или с этой Или Да Это твое личное дело Тебе пофигу Вообще Кто еще думает И так далее Что касается В коллективах трудовых Здесь Есть определенные правила Которые Если им следовать Абсолютно Исключают Всякие конфликты На работе Вот на этой почве Например Не разговаривают О политике Не разговаривают В основном За редким исключением С индусами Может быть Женщины могут О детках потрепаться Но вообще не принято О футболе Разговаривают только О Киеве Конечно На работе О футболе Даже не знаю В общем По разному Но они не разговаривают О религии О конфессиях О войнах Там еще чего-то Вот есть вещи Которых трогать Ну вот Если не будешь их трогать То вроде все люди нормальные Начнешь там О политике Начнешь о том О сем Неизвестно где закончишь Я бы так объяснил Давай У меня Есть несколько Живых примеров Как наши Бывшие Соотечественники Разрывали Свои отношения С нашими же Бывшими Соотечественниками И устраивали Свою жизнь Немножко по другому В одном случае Это была Женщина из Одессы Она здесь стала Очень успешной Агентом По рел-стейту Да Она разошлась Со своим Одесским мужем И вышла замуж Не много не мало За индусом Но он был из Англии Индус Он вырос в Англии Да Значит И у них двое деток И прекрасная семья И все такое прочее И вот такие вот вещи встречаются Когда я ее спрашивала А как вот ты с ним Это самое И дело же тут Не просто в том Что он индус А как вот мир ценностей Мир вот каких-то рассуждений И так далее Она говорит Он мне настолько ближе Чем мой одесский муж Что просто невероятно Это первый случай Это она в Саре была Да У нее в Саре есть Когда родственники Там с той стороны собираются Вот А второй случай Это моя непосредственная племянница Которая тоже разошлась Со своим мужем И она встречается У нее сейчас Такими серьезными отношениями Бойфренд из Латинской Америки Он не латин сам Он белый Да Но он ментально Настолько нам близок Вот мы с ним встречались И разговаривали Что такое ощущение Что за исключением Английского языка Как будто вот сидишь Вот буквально со своим В доску В доску Такое понимание Да Такое понимание Нюансов всяких Да Что даже диву даешься Вот как человек Который вырос Совершенно в другой культуре Вообще Он еще из Нью-Йорка А Нью-Йорк Он вообще такой Знаешь Там Там много таких Своих пацанов Я не закончила еще Недавно Буквально Вот на днях У меня был разговор Со своей приятельницей У нее дочка Забирается замуж За юношу Который тоже Из странных синглин Но его привезли Маленьким сюда Он конечно полностью Американизированный Такой весь И вот она говорит Ты знаешь что У меня такое ощущение Что Мы с ним И дочка моя С ним совершенно С разных планет То есть вроде бы По происхождению Они все вышли Из одного места По-моему Они тоже Они оба из Беларуси Вот Но настолько Понимание мира И понимание жизни Разное Что С дочерью тоже У дочери с ним И у мамы с ним Что Просто Дива даешься А как же они вместе Ну Какие-то тонкие вещи Но какие-то же Есть более такие вот Да Ну например Он Когда я сделал предложение Он ей подарил Вот это Engagement Ring Кольцо Кольцо с бриллиантом Подарил Ни много Ни мало Сорок тысяч долларов И это для него Была очень большая сумма Это не то Что он такой богатый Вынул из кармана И заплатил То есть он сколько-то лет Копил это все И все И купил это кольцо За сорок тысяч Не бог весть Какое кольцо Ну красивый там бриллиант Ну чистая вода И так далее Но получается такая история Что его одеть-то никуда нельзя Ну как может нормальный человек Одеть на палец кольцо Стоимостью сорок тысяч Куда он его одет Ему надо еще в банке хранить Его надо отдельно застраховывать Это целое дело То есть настолько человек не понимает Вот он как бы У него есть свои понятия Да Что вот это вот Он наших понятий не понимает Да Ну в общем вот такие вот вещи И в то же время Совершеннейшие американцы Могут быть настолько Своими ребятами в доску Поэтому диву даешься Диву даешься Откуда что берется И как это все Жизнь вот так вот Выворачивается Я бы даже сказал Что ментально Афроамериканцы Ну вот Может быть те кто по образованию Так и Они нам Намного ближе бывают Чем например вот белые То есть Я не знаю Я много раз это замечал Что вот когда мы начинаем Разговаривать о чем-то Мы понимаем друг друга Гораздо лучше чем Допустим с белыми Ну вот не знаю Но есть вот например Вот у меня Я в Майкрософте когда работала У меня была Приятельница Она из Индии И она рассказывала про свою жизнь Конечно Совершенно жизнь другая Но Ценности все равно те же самые Все хотят нормальную семью Чтобы муж был дома Чтобы он занимался женой Занимался детьми И так далее То есть есть какие-то Общечеловеческие ценности Которые Независимо от Происхождения Независимо от страны Откуда ты родом Они существуют И в общем Все хотят одного и того же Ну Действительно Воспитание накладывает Какой-то отпечаток Такая семья Какая-сякая семья Безусловно Я видел Очень много русских девочек Здесь Которые Ну уже у них были отношения Там с теми С этими Они говорят Что я не хочу Принципиально Никаких отношениях Там быть С отечественниками Я хочу с американцами То есть это настолько Другое отношение Американцы Да Растяжимое Понятно Что там именно по национальности Можно кто угодно Ты не понимаешь Имеется ввиду Американцы Американцы Которые Выросли здесь Воспитаны здесь Которые к женщине Относятся как к равному человеку Которые не помыкают Которые в равной мере Берут на себя Обязанности по дому По детям Там и так далее Вот эта часть Больше того Я например Разговаривал с китайскими парнями Которые жаловались Жаловались Что китайские девочки Не хотят с китайскими мальчиками Да Вот это кстати Очень часто смотришь Идет белый человек И с китайской женой Очень много Очень много девочек Азиатских девочек С белыми дядьками Потому что У них Вот как бы Они мне объясняли Что как бы В культурной традиции Такое что Мужчина главный Женщина там У него На подчиненной позиции Там и так далее И они уже в Америке вроде бы И уже они тут Как бы ну свои И вроде бы могли бы И что-то Но вот девки боятся А еще я хочу сказать Одну вещь Здесь вот Такого вот Понятия же Национальность Да Как в России В нашем российском понимании Не существует Здесь наоборот Все очень гордятся Своим происхождением Национальность Как страна Откуда ты Да И здесь Очень все перемешаны То есть тут вот Американцы Встречаешь допустим Да белого американца И он начинает Перечислять Чего там у него Намешано То просто Иди выдаешься То есть там Чего только нету То есть здесь Поскольку национальность Не является таким вот Критичным фактором То люди перемешиваются Очень сильно Ну понимаешь Что получается И дальше получается Интересно Они начинают Перечислять И там понимаешь Там такой микс Понимаешь В Европе Да В России В Европе В той части света Получается такая вещь Там есть как бы Титульная национальность Титульная Главная А остальные Понаехавшие Ну да И понаехавшим Открыто Дают понять Что они понаехали Говорят Ты можешь тут жить Ты можешь там Но ты понаехал И это И это в Англии Так И во Франции Так И в Германии И это ставят границы Конечно Ты можешь родиться там Но ты все равно Понаехавший Ты понимаешь Что получается Вот ты турок Но родился в Германии Ты все равно Понаехавший турок А не немец Который Да И наверное Вряд ли они там Может быть кто-то И смешивается Но очень мало Здесь в Америке Действительно Все перемешивается И понятия национальности Вообще не существует То есть существует Религиозное понятие национальности То есть у нас внучка Приходит из школы И говорит Вот мы там Отмечали Хануку Это для евреев Отмечали там Крисмас Это для крещенс Отмечали там Китайский Новый год Для китайцев Вот в этом смысле Но это не национальности Это религиозное Да Это вероисповедание Но дальше Когда доходит дело До практики То все перемешиваются Вплоть до того Что мы были В одной еврейской семье Очень такого Почтенного Декана Стоматологического Института И его сын Был женат на китаянке Которая специально Приняла иудаизм То есть она не просто была Она прошла ги-юр Это в общем-то Довольно Серьезная процедура Да Она проявила лояльность Вот такие вещи случаются Поэтому здесь Люди перемешаны Все И наверное Это еще добавляет Лишнюю каплю В этот мелтинг-пот Я помню Когда мы приехали И пытались разобраться С системой детских садов Например И обнаружилось Что в Пало-Алто Там есть Джоиш Комьюнити Центр И у них есть садик Но садик Во-первых Достаточно дорогой Во-вторых Работает только до двух часов То есть в два часа Ребенка надо забрать Ну и как же работающие люди Я пытался выяснить А что вот Так много людей Которые в два часа Хотят забрать ребенка Они говорят Ты знаешь Там еще очень много китайцев Которые там У них жены сидят дома Не работают Я говорю А китайцам-то зачем Еврейский садик Они говорят У них считается престижным Вот когда ребенок Ходит в еврейский садик Оно не конфессиональное Оно как бы открыто Для всех желающих И так далее Поэтому Я не знаю Есть Как бы сказать Две разных философии Что ли Вот философия европейская Как бы Оттуда идущая Что все что чужое Оно враждебно Вот мы Вот мы жили в мире Вот я в Советском Союзе вырос Чужое это враждебно Вот если мы не знаем Что это Мы приготовились к тому Что будут неприятности Здесь открытость Здесь Разнообразие Считается благом Вот если мы все разные Да То это здорово А не то Что вот тут есть Коренные там Индейцы Понимаешь А есть остальные Понаехавшие там Ну то есть Может быть индейцы И переживают По этому поводу Я не знаю Я никогда с индейцами На эту тему не разговаривал Но То есть разговаривал Но не нают А так вот Вот отсутствие Титульной нации Я думаю Очень объединяет людей Потому что мы Как бы все вот Такие Все равные Да Неважно когда ты приехал В каком поколении Ты иммигрант Все равно ты гражданин И в общем Это твоя страна И в каком бы поколении Ты ни был иммигрант Это же тоже Не 500 лет И не 1000 Так Ну вот сколько Это там Основная масса Это людей В каком они там Поколении Там всего ничего Поэтому Хотя корни Традиция Как бы идут Из 17 века Безусловно Вот тогда Сформировались И в общем-то Более-менее Сохраняются Не исчезают Наверное Все Да Счастливо Пока Счастливо 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 Счастливо